В молодежном центре «Химик» прошел фестиваль детских и молодежных общественных организаций. Все существующие на территории Омского региона объединения приехали в областной центр продемонстрировать свою деятельность, обменяться опытом с единомышленниками, наладить совместную работу. Мы приехали сегодня с ребятами на фестиваль в качестве гостей, потому что у нас ребята, которые занимаются уже на протяжении нескольких лет, сегодня участвуют в рамках другого проекта «Добровольцы детям и инвалидам». Я привезла молодых начинающих добровольцев, которые поучатся, посмотрят, чем живет вообще общественное объединение Омска в области. И я так думаю, на следующий год станут участниками уже фестиваля. Такого рода слеты – это, конечно, очень здорово. Это толкает людей на новые какие-то идеи, на новые продвижения в жизни, дает молодому человеку увидеть в себе свои перспективы в жизни и дальнейшее развитие в общественной организации и участие в различных молодежных организациях. Традиционно в программе фестиваля проходил конкурс детских и молодежных общественных объединений «Я лидер». На главной сцене выступили участники детских объединений и патриотических клубов. Они представили на суд жюри свои визитки. В отдельной аудитории в рамках конкурса прошла самопрезентация лидеров молодежного общественного объединения. Конкурсанты рассказали жюри о своих проектах и даже спели о своей деятельности. Одним из лидеров выступил представитель Иссель-Кульского района с проектом «Мотивация волонтерской деятельности». Основная суть моего проекта в том, чтобы на территории Российской Федерации, но сначала Омской области, была создана система поощрения волонтеров, ступенчатая, для того, чтобы добровольцы могли, были, точнее, замотивированы в участии в волонтерстве. Пока жюри обсуждало участников конкурса и их проекты, на крыльце молодежного центра перед гостями фестиваля выступили представители лаборатории исторической реконструкции «Наследие Сибири». Деятельность детских и молодежных общественных организаций – одна из ключевых в реализации молодежной политики региона. Нам очень важно выращивать вот таких лидеров, лидеров 21 века. И, конечно же, такой формат позволяет все таланты с нашей Омской области, с районов Омской области собирать здесь, давать им возможность делать новый шаг в своей жизни, поддерживать их в своей карьере и в будущих шагах по жизни. В конкурсе социально значимых реализованных проектов победителем оказалась детско-молодежная организация «Азовские ребята» с проектом «Волонтерское движение в защиту озер Омской области». Лидером детского объединения стал Никита Цесевич, представитель Павлоградской дружины имени Титаря. Он получил право представлять регион на всероссийском конкурсе лидеров, который пройдет во Владивостоке в ноябре этого года. Лидером же молодежного объединения стала Зинеп Макзумова из организации Колоссовского района «Инициативная молодежь». Она представит свой регион на всероссийском конкурсе «Лидер 21 века». В финале фестиваля вместе с Вячеславом Синюгиным Зинеп запустила клубок, символизирующий молодежные инициативы и идеи, которые помогают молодым талантам объединяться, развивать себя и свой регион. Почувствуйте единение. Мы все сейчас объединены одной идеей. Ставим! Выше, выше!